Трамп на оба наши дома. Куда заведет США новоизбранный президент? И чего от него ждать Украине? Транш наш или не наш? Получит или нет Украина новогодний подарок от МВФ? И как долго без него протянет? Удар по аптечной мафии? Удастся ли Кабмину снизить цены на лекарства? И кто сейчас наваривает миллионы на таблетках? Говорите четче. Вас записывают. Кто может заказать прослушку вашего телефона? И кто на этом делает деньги? Только главные события уходящих 7 дней анализируем далее в подробностях недели. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. А неделя эта была исторической и немного истерической. На выборах в США неожиданно для многих победил Дональд Трамп. И его победа не оставила равнодушным никого. Мир разделился на два лагеря. Приспосабливающихся и протестующих. В первом, конечно, большинство. Политики, бизнесмены и обычные люди стараются понять, каким Трамп будет президентом и как с ним сотрудничать. Но есть и те, кто не смирился. Уже и Хиллари сдалась, а ее сторонники протестуют. Каждый день приходят новости о сотнях задержанных в американских городах. Как далеко могут зайти эти протесты? И не случится ли так, что они превратятся в настоящую проблему для новоизбранного президента Трампа? Узнаем у Дмитрия Ановченко. Он с нами на связи. Дмитрий, приветствуй. Скажи, на что надеются люди, настроенные, которые выходят на улицы? Коллега, ну вряд ли можно сформулировать четко, на что они надеются. Только потому, что эти люди ведь не выдвигают четких требований. К примеру, провести расследование, голосование на каких-то участках, пересчитать где-то голоса, разобраться с нарушениями. Ничего такого нет. Более того, легитимность этих выборов в Америке под сомнение ведь тоже никто не ставит. Если бы была такая возможность, то уж не сомневайтесь, демократы явно подали бы в суд, добились пересчета голосов на каких-то участках, в каких-то штатах, как было во время знаменитого противостояния Гора и Буша. Но в любом случае в легитимности выборов здесь никто не сомневается. Вот об этом свидетельствуют и свежие опросы общественного мнения, только сегодня появились. Вашингтон-Пост и ABC News провели опрос и выяснили, что две трети американцев, 74%, считают, что Трамп победил вполне легитимно. Поэтому просто есть люди, которые голосовали за Клинтон, просто есть люди, которые недовольны выбором Америки, они и выходят на улицы. Сегодня уже пятый день протестов и наиболее сложная ситуация по-прежнему в Портленде. Тут и противостояние с полицией, и взрывы шумовых гранат, и клубы слезоточивого газа на улицах. Каждую ночь в центре Портленда стягивают сотни силовиков. Каждую ночь стычки протестующих с полицией. Ну вот этой ночью 19 человек было арестовано, прошлой ночью 17. Портленд очень непростой город, хипстерская столица, где последние три десятилетия голосуют только за демократов во все органы власти. От местных до выборов в Конгресс и президентских выборов. И сейчас протестующие особых требований тоже не выдвигают. Просто выступить против стражи порядка для этих людей это проявление бунтарства, гражданского неповиновения, которое тут очень ценят. Ну и как раз повод для этого есть. Масштабные протесты. И в Лос-Энджелесе там накануне порядка 200 демонстрантов даже арестовали. И вот сейчас CNN сообщает, что на улице вышли 8 тысяч человек. Люди колонной проходят по основным магистралям мегаполиса. Но в отличие от Портленда, что в ЛА, что во всех остальных городах, все проходит довольно мирно. И вот что сами люди говорят о причинах. Почему они протестуют? Женщины не должны бояться. Женщины еще поразят Америку своей силой. Мы должны иметь право голоса. У нас его не забрать. Мы заслуживаем лучшего президента. Не хотим, чтобы президентом был Трамп. А я эмигрантка, но люблю эту страну. Мне нравится быть американкой. И надеюсь, мы будем бороться за это. Протесты сегодня и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, где люди вначале собрались у Белого дома. А затем, ну вот посмотрите, просто всей толпой отправились к новому отелю Трампа, который открылся чуть больше недели назад, просто в квартале от Капитолия. Опять же, если посмотреть на лозунги, то каких-то конкретных требований нет. Те, кто голосовали за Хиллари, сегодня держат плакаты «Трамп не мой президент». Ну и когда протестующие говорят «Трамп не наш президент», давайте разберемся, кто же голосовал за Трампа. Вот кто те люди, которые отдали свои голоса, помогли ему победить. Истории не политиков, а тех, кого здесь в Америке называют «people from the street», маленьких, простых американцев, которые поддержали Трампа. Далее в моем сюжете. Небоскреба Манхэттена и символ Америки, статуи свободы, величественное здание Конгресса и визитная карточка главного города страны, монумент Вашингтона, они растиражированы на миллионах фотографий. Но холодная официальная столица и вечный праздник Нью-Йорка – это ведь далеко не вся Америка. Те, кто не жил, а просто бывал в Соединенных Штатах, но думают, что поняли эту страну, глубоко заблуждаются. Стоит отъехать хотя бы на сотню миль. И вокруг тебя совсем другая Америка. Далеко не такая счастливая и беззаботная, как может показаться на первый взгляд, и которую не очень-то и хотелось замечать. В каждой пятой семье есть безработный. 45 миллионов американцев получают продовольственные талоны, 47 миллионов живут в бедности. Вот Пенсильвения с ее заброшенными шахтами и заводами-призраками, навсегда закрытыми в 90-х. Когда подсчитали голоса, оказалось, что тем, кто работает так много, а получает так мало, на самом деле наплевать на скандалы вокруг Трампа, которые, по всем прогнозам социологов, должны были похоронить его компанию. Обещание создать рабочие места и заставить крупные компании вернуть производство в Америку, перевесило все остальное. Люди ведь здесь выбирали за обещание перемен, а вовсе не из-за политики или партийной принадлежности кандидатов в президенты. Вот Резона, самый край Америки. В любом придорожном кабачке вам расскажут про Джима Чилтона, раньше которого просто на границе с Мексикой. Джима уже 77, но каждое утро, только расцветет, он выходит в дозор, не выпуская из рук такую же древнюю, как он сам, винтовку. Попробуй проспи хоть один раз, ведь все до одного нелегалы, которые тут, в Аризоне, перебираются в Соединенные Штаты из Мексики, вначале проходят как раз через его земли. Вот я в Мексике. Это государственная граница. Я переползу сейчас назад в Соединенные Штаты. У меня хоть паспорт есть, так что все легально. Но 17-18-летние делают это куда проворнее, чем я. Сколько над Трампом смеялись за его фразу про стену на границе с Мексикой. А старина Джим, да и добрая половина его соседей, только поэтому за республиканцы и голосовали. Мол, сколько мы не кричали, граница прозрачная. Власти нас вообще не слышали. Трамп говорил о праве людей держать дома оружие, об укреплении границы. И мы тут проголосовали за Трампа. Вот Каролина. Штат, без голосов которого Трампу было не победить. И тут отдали их республиканцу. Местные жалуются, мол, об этом не принято было говорить вслух, сочтут расистам. Но тут уже который год проблемы с темнокожими. Дескать, конфликт зашел так далеко, что хамство, драки и даже поножовщина возникали вообще на пустом месте. Общение разрушилось с тех пор, как Обама стал президентом. За него ведь и черные, и белые голосовали. А потом он стал использовать цвет кожи, как инструмент политики. И это так навредило. Нам это не нужно. У нас хватает врагов за пределами страны, чтобы еще внутри нее становиться врагами. А вот мистер Ник с женой голосовали за Трампа и по другой причине. Они практически банкроты. Семейное наследство, небольшой цех, уже который год работает в убыток. С китайскими товарами конкуренцию давно уже не выдерживает. Надо бы закрыться, но все совестно людей уволить. От государства помощи никакой. Я просто старая женщина из провинции. Но я же не дура. И знаю, что в стране просто нужно вернуться к тем ценностям и тем принципам, которые всегда у нее были. Уж слишком все было либерально. Все вообще от рук отбились. И нужна была перезагрузка. И это желание перемен, пожалуй, ключевое. В разных городах и штатах вам расскажут разные истории. Но так уж получилось, что в стране за 8 лет президентства Обамы накопилось так много проблем. И они не решались. А в лозунгах кампании Трампа очень многие услышали слова, которые они и сами дома на кухне друг друг говорили. И яркость, и даже грубость кандидата. Для этих людей оказались всего лишь оболочкой, которая помогала доносить эти месседжи до избирателей. Они не могли ждать перемен от Хиллари. Клинтон для них скорее олицетворяла систему, чем перемены. Для многих ее будущее 4, а то и 8 лет у руля страны выглядели просто продолжением президентства Обамы. Фраза Трампа в одной из самых важных речей этой кампании. Мол, Клинтон выступает не против меня, а она выступает против перемен. Была услышана. Он как раз и стал для людей именно тем человеком, который способен хоть что-то изменить в их жизни. И это тот самый человеческий фактор, который во всех своих многочисленных прогнозах, похоже, так и не ушли социологи и эксперты. Поразительным оказалось это стремление людей взбунтоваться против системы, причем не только из-за экономики, но и желания произвести социальное землетрясение и атаковать нынешнюю политическую элиту. Трамп оседлал волну этих настроений. Ввести ограничения для чиновников, ограничить в правах конгрессменов, разобраться со сращиванием власти и бизнеса, упростить правила. Он говорил о том, что многим действительно надоело. Он обещал то, чего люди в ключевых штатах действительно хотели. В Мичигане он пригрозил огромными пошлинами заводам Форда, если они закроют предприятия в штатах и перенесут производство в Мексику. Эпплу пообещал запретить делать айфоны в Китае. И это во многом обеспечило ему перевес, дало добавку к тем голосам, которые люди все равно отдали бы. Только потому, что один из кандидатов – республиканец, а вторая – представитель демократов. Так что многие голосовали за Трампа просто потому, что хотели перемен. Мол, неважно, как будет дальше. Важно, что будет по-другому, не так, как сейчас, когда в ходе этой гонки социологи спрашивали американцев, за кого они. Кто-то не был готов определиться. Кто-то не хотел признаваться, что он за Трампа. Но когда люди взяли в руки бюллетень, очень многие поддались соблазну перезагрузить систему, которая давно уже буксует. И с этой точки зрения выбор между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом был однозначным. Из Вашингтона Дмитрий Анопшинт и Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И вот такие настроения американцев не увидело большинство наших политиков и дипломатов. Они откровенно поддерживали только одного кандидата в президенты, проигравшего. Но то, что сели в лужу, проблемой для себя не считают. Быстро отряхнулись и перестроились. Со среды по воскресенье можно было в режиме реального времени наблюдать, как наши политики перекрашиваются. Вчера за Хиллари, сегодня уже за Трампа. Причем еще и с таким рвением, будто ему нужны эти несколько десятков политических учителей из Украины. Но, как говорится, осадок все-таки остался. Возникает вопрос, как отреагируют в новой администрации США на уж слишком грубые высказывания украинских политиков о Трампе во время предвыборной кампании. Тех, кто желал штатам более разумного президента. Или вообще говорил, что за власть в Америке борется маргинал. Чтобы штаты в ответ не стали считать уже нашу страну с такими политиками европейским маргиналом, звучат уже даже призывы наказать авторов самых нелицеприятных высказываний о Трампе. Некоторые депутаты требуют отставки Авакова за то, что сунул нос не в свое международное дело, а парламенту советуют официально извиниться за членов своего правительства. Другая история, которая не могла не подпортить отношение Трампа к Украине, скандал вокруг так называемой черной бухгалтерии партии регионов, в котором фигурировал один из советников Трампа Пол Манафорт. В одной из самых авторитетных украинских газет в зеркале недели появился большой материал на эту тему. Эксперты отмечают, что попытка подыграть предвыборной кампанией Хилари Клинтон в теме с Манафортом и черной бухгалтерией делает теперь сверхсложной задачей для украинской дипломатии найти друзей и союзников новой американской администрации, которые будут отстаивать интересы Украины. Впрочем, у нас в политике появились уже и те, кто с надеждой воспринимает возможное охлаждение отношений с Америкой. Мол, а вдруг можно будет спокойно воровать и дальше? Все-таки Байден уйдет и еще неизвестно, продолжат ли работу в Украине все те антикоррупционные органы и программы развития, которые пока оставляют после себя уходящая американская администрация. О наследстве Байдена в Украине Ярослав Кречко. Четыре визита в Украину за последние три года, десятки встреч с украинским руководством в мировых столицах и сотни часов телефонных переговоров. Пометные обсяги финансовой допомоги, оборонной допомоги. Это, естественно, заслуга Джо Байдена. Я чаще общаюсь с вашим президентом, чем со своей женой. Думаю, они оба явно этому не рады. Не проиграть войну коррупции главное, чего требовал от Киева американский вице-президент. И часто именно зажигательные слова и жесткая позиция Байдена не давали победить старым привычкам украинской власти. Тут вообще никогда не было ремонта. Тут, что было в 70-е годы, так оно и лишилось. В советских коридорах абсолютно новый для Украины орган нацагентства по предупреждению коррупции. Место, где занимаются проверкой нашумевших ей деклараций. Действуют соответствующие вопросы, получают ответы и готовят весна. Для того, чтобы не втручались в их работу. То есть мы пытаемся не афишировать этих людей. На ПК один из трех столбов, построенной заново системы по борьбе с топ-коррупцией. Два других – НАБУ и антикоррупционная прокуратура. Все они были созданы при поддержке, давлении и финансовой помощи США, их союзников или организаций, где ключевой голос за Вашингтоном. В первые три месяца люди работали на своих компьютерах, на своих принтерах, с своим папером. НАЗК створилось и начало действовать, работать тогда, когда уже бюджеты международных доноров были распределены. И большая часть этих бюджетов шла на новые антикоррупционные органы, в особе НАБУ и в особе национальной полиции. Борьбу с топ-коррупцией успешной пока не назовешь, потому что банка Чауса, например, есть, а самого судьи и след простыл. Впереди следующий этап реформы создания антикоррупционных судов. С бытовой коррупцией, которую, что называется, пощупать может каждый украинец, ситуация несколько иная. Слова о финансовой помощи несут за собой достаточно практичные вещи. Например, прозрачные офисы, центры обслуживания граждан. Где-то западные партнеры просто стали катализаторами их открытий, а где-то банально выделили деньги на ремонт имени. Заявник выбирает отримать административную послугу. Вам выдаётся чек электронной черги. И час очікувания. Очікувание – 0 минуты. Раньше было всё в закрытых кабинетах. Послуги надавали самі субъекты надания послуги. То есть уже были какие-то коррупционные схемы. Тут неможливо. Тут всё прозоро. Даже вот такие маленькие изменения на местном уровне – часть больших ожиданий от Киева. И после победы Трампа позиция США станет ещё более прагматичной. А в администрации не будет Джо Байдена, человека со строгим, но участливым отношением к Украине. С 2014 года Украина от США получила три линии кредитных гарантий, каждая на миллиард долларов. Объём прямой финпомощи в 2016-м – более 600 миллионов долларов. И это далеко не всё, ведь есть ещё десятки программ для общественных организаций, местных бюджетов и малого предпринимательства. Виктория – одна из тех, для кого американский грант стал толчком для открытия бизнеса. Переселенка из оккупированного Алчевска в Житомире открыла школу английского языка. Мне задали сразу вопрос, кем ты себя видишь лет через пять. Первое, что в голову пришло, говорит, центр, сеть по Украине. Ну, наверное, этим, может быть, и взяла. Главное требование, рассказывает Виктория, готовность работать на максимуме. Чего-то подобного ждут и от Украины в целом. Отказаться от НАБУ, Е-деклараций или прозрачных офисов уже не получится. А иначе рассчитывать на очередной транш МВФ, где голос США ключевой и помощь под другим линиям не придётся. В Украине не удастся назвать белое чёрным, чёрное – белым, а условия контракта должны быть выполнены. И если есть пять пунктов, из которых вы два выполняете, а три имеете замечательное объяснение, почему вы его не выполнили, означает, что деньги вы за вот эти три дополнительные пункта не получите. Офис Трампа, офис Обамы значения не будет, если Украина будет символом реформ, которые происходят. А это уже в руках украинской власти. Как и то, будут ли в будущем называть Джо Байдена символом начала успешных трансформаций в нашей стране? Ярослав Кличко, Сергей Килибник, Владимир Дедов, Наталья Неделько. Подробности недели. Телеканал Интер. И о том, каких дров наломали украинские политики и дипломаты в чужой избирательной кампании, и о том, не ждёт ли Киев и Вашингтон ревизия отношений, поговорим с Кириллом Куликовым, главой Национального бюро Интерпола, экс-главой, прошу прощения, и Анной Габко, главой Комитета Рады по иностранным делам. Она с нами на прямом включении. Приветствую, Кирилл. Приветствую, Анна. Анна, давайте с Вас и начнём. Скажите, по Вашему мнению, почему украинские политики настолько откровенно делали ставку на победу только одного кандидата, Хилари Клинтон? Ну, я хотела б сказати, що після референдуму в Нідерландах і результату, а також після Брекситу, порада на майбутнє для українських політиків керуватися прагматичними підходами і національними інтересами і бути готовим до різних варіантів сценарію. І дуже добре, що не всі українські політики, а дуже багато, робили ставку і працювали під час цієї кампанії з двома командами – і республіканцями, і демократами, і з Трампом, і з Хиларі. І це якраз і є позитивний крок, який зараз дозволяє, ми вже почали певну підготовку, проговорення з тими людьми, які наближені, оскільки формується команда Трампа. Ми будемо скоро знати, хто стане держсекретарем, хто стане радником з питань національної безпеки, хто стане міністром юстиції. Ті ключові посади, і ми вже через неофікційні канали, через різні організації, аналітичні центри намагаємося до інаугурації присутність України в зовнішній політиці, взагалі в пріоритетах США актуалізувати. Також готується декілька візитів. І для того, що після інаугурації також ми дуже сподіваємося, що відбудеться зустріч двох президентів – Сполучених Штатів Америки і президента України для проговорення тих ключових завдання, зокрема, ситуації на Сході України і позиції Сполучених Штатів Америки в мирному врегулюванні, продовження санкцій проти Російської Федерації, реформування і хід змін. Я вважаю, що не те, що залишиться. Якщо ми зараз об'єднаємо зусилля із нашими потенційними союзниками, які усвідомлюють загрозу від Російської Федерації гібридної агресії, а це країни Центрально-Східної, Південної Європи, це також Скандинави і разом виступимо однією коаліцією, то питання України і взагалі питання безпеки на Європі як континенті і ролі США тільки зростатиме. Все залежить від того, як ми зможемо об'єднати зусилля, скоординувати і залежить від того, чи в країні буде політична стабільність. Бо інвестувати і підтримувати країну, де політики розгойдують ситуацію, вимагають дочасних виборів, чи організовують якісь масові протести напередодні саміту ЄС, який відбудеться в Брюсселі і багатьох інших. Ми маємо виступати з точки зору суб'єктності і ми маємо показати, що крім того, що ми запустили електронне декларування, ми готові дати НАБУ незалежність в прослуховуванні. Те, чого ми зараз бачимо певність проти деяких політичних сил, це мій законопроект, який я ініціювала. Рахункова палата. Вже давно час оновити рахункову палату і її склад, щоб показати, що ми контролюємо державні фінанси. І тому зараз від нас всередині залежить, наскільки ми показуємо, що ми дійсно, наших конкретних змін, і Сполучені Штати Америки за 25 років наших двосторонніх дипломатичних зносин мають нарешті показати, що вони стратегічний партнер і не розглядають Україну як одну з країн в групі протидії Росії, чи, скажімо, буферну зону. А для цього всередині політичні еліти мають зрозуміти всю відповідальність. Дякую, Анна, за ці відповіді. Дякую, що прийняли участь у нашій програмі. Анна Габко, головна Калюці Верховної Раду по іностранним делам, була з нами на прямій связі. С вами, Кирилл, ми продовжимо в студії. Скажіть, а вот по вашій оцінці, що ждет тих політиків, які дуже грубо отзувалися о Трампі во время избирательной кампании? Я маю віду українських політиків. Я думаю, простити їх, не важливо, як вони отзувалися о Трампі чи от Хиллари, це ж українські політики. Думаю, що їх нічого не ждет. Ісправити їх вже вряд ли чем удастся. Я знаю, единственне средство, як вони ісправитися. Але вот уровень компетенції людей, які роблять такі заявлення, ну, она ж з флажками стояла, помните? В Організації Об'єдненних націй. Не зная регламента этой організації. Я вже не говорю про прослушивання, котре ми собираємося дати. Це моє законопроєкт, дуже красиво. То, що там є масса вопросів з Венеціанської комісії. Ми о прослушиванні ще дуже подробно з зрителі поговоримо, але тільки нього позже. Це трагедія. Уровень, понимаєте? Климкин, Габко і хто у нас там? Ну, от, наприклад, Дзіщиців. У нас недавно на марше сожгли в Польщі украінський флаг. Ну, що ми ожидали? Ну, а тут ще министр внутрінних дел помогають і підливають масло в агоні, називають маргиналом одного з кандидатів. Ну, слушайте, ну, де Трамп, де наш министр внутрінних дел, у нас, мне другое більше понравилось, наш асимметричний ответ, да? Вся країна так боком ушла от ситуации. Недавно назначили главу НЦБ Интерпол России вице-президентом международной організації Интерпол. С точки зрения, вроде бы как, практической, это мало. То есть, вот этот Прокопчук, вице-президент, генерал, который будет представлять Россию в Интерпол, это мало. Но имиджево, это очень серьезная вещь. Вот тут надо было бы начать работать в Украине, и мы там, есть практические должности, которые Украине надо занять. Например, там будет ротация комиссии, по контролю за файлом, почему нас выкидывают, наших людей, выкидывают из международного розвитка. Надо было бы начать. Но вот с ними мы ничего начать не можем. Я вам сейчас напомню еще одну историю, которая тоже грозит имиджевыми потерями для Украины. Вот еще одна новость, которая наделала много шума, это заявление Натальи Корчак, главы агентства по противодействию коррупции, о том, что МВФ подключится к проверке активов украинских политиков и чиновников, которые те внесли в свои электронные декларации. Эта новость удивила очень многих. Даже самые опытные экономисты и политологи не помнят, чтобы фонд привлекался к проверке таких вещей. Даже в латиноамериканских странах, у которых история отношений с фондом еще дольше и скандальнее, чем у Украины, просто не было подобных примеров. Кирилл, как вы можете это прокомментировать? Я это могу прокомментировать, что помните, как указ когда-то Петра Первого, надо говорить громко, чтобы дурость была слышна. На территории суверенного государства работа спецслужб любых запрещена. А в компетенцию Международного валютного фонда это вообще не входит. Международный валютный фонд занимается своим. У него есть устав, это международная организация. Просто он этим не занимается. Но если ты не читала, есть прекрасный шанс смолчать. Хорошо. А не ждут ли у нас, например, проверки других громких проектов, например, которые затевались, например, при прошлом правительстве? При Яценюке, помните, как они с Аваковым продвигали проект «Заборчик». Заборчик, но для вас заборчик, это называлось европейским валом, если вы не помните. Заборчик, к сожалению, нам тут никто не поможет. И потратили на него, по-моему, за 100 миллионов гривен. Да, но вряд ли нам тут кто-то поможет. Международный валютный фонд, там, ФБР, МОСАД, это исключительно внутренняя проверка. Внутренняя проверка, которую должны провести, там, действительно силами счетной палаты, действительно компетентными органами, и убедиться, что этого заборчика как такового нет. Но для этого достаточно внутренних ресурсов, с которыми мы сможем делать. Единственный вариант проверки, который может быть, куда девалось вот эти средства, которые отправлялись Международным валютным фондом на Украину, потом их получал Национальный банк, и Национальный банк их быстро распихивал по разным банкам. Этих банков самых крупных, там, 3-4. Вот проверить, куда после этого из этих банков уходили это средства, это очень легко, они уже это сделаны. Им было написано в 2014-м в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, были большие статьи по тому, куда девается финансирование, которое идет. То есть проверить это все несложно. Это несложно. Там мало того, там есть платежки, там есть название фирм, там есть все. Это настолько элементарно, это надо просто придать этому значение, какую-то звездочку поставить, и все. А так это все настолько прозрачно, настолько это глупо было сделано, что, ну, аж руками просто можно разнести. Ну, похоже, никто просто скрывать ничего не хотел. Спасибо, Кирилл Куликов, вам за ответы. Экс-глава Украинского бюро Интерпола был гостем подробностей недели. Ну, а мы с вами продолжим. Если с нашей страной уже понятно, то каким будет отношение к Трампу в Евросоюзе, пока еще вопрос. Заявления в Европе о победе Трампа звучали самые разные. От прохладных до довольно жестких. Все-таки европейцы могут себе позволить не заискивать перед новым президентом США, как это делают многие наши политики. Им ведь не нужны американские кредиты и поддержка, как минимум. Впрочем, в отличие от наших политиков, европейцы Трампа и не оскорбляли, и не получали. А вот сам Трамп успел сделать очень много заявлений во время предвыборной кампании, которые напугали европейцев. Мол, теперь Европе придется самой заботиться о себе. Будет ли президент Трамп вести себя по отношению к Европе, так как вел себя кандидат Трамп? Это очень важный вопрос. Давайте зададим его Татьяне Лагуновой. Она работает в Берлине. Татьяна, я тебя приветствую. Скажи, в Европе уже понимают, каким будет для континента президентство Трампа? Алексей, победа Дональда Трампа, мягко говоря, Европу застала врасплох. Да, конечно, здесь все понимали, что прогнозировать результат выборов и делать ставку только на одного из кандидатов дело неблагодарное, но тем не менее надеялись на победу Хилари Клинтон. Так что теперь заявления европейских политиков очень осторожны, мол, мы уважаем выбор американского народа, но хотели бы больше деталей от самого новоизбранного президента, каким он видит дальнейшее сотрудничество с Европой. Сам Трамп европейских союзников успокаивать пока не спешит. В последние дни он переговорил с премьерами Великобритании, Канадой, Израилем и даже президентом Южной Кореи. Всех заверил, что сотрудничество с Америкой будет только усиливаться. Но вот делами на старом континенте пока толком так и не занялся. И телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель принес только больше вопросов, в чем дал ответов. Канцлер позвонила, чтобы лично поздравить Трампа с победой. И пресс-релиз по итогу этих переговоров был довольно сухой. Мол, Меркель и Трамп выразили надежду, что сотрудничество будет плотным. Интересно, что уже на следующей неделе в Берлине ждут Барака Обаму с прощальным визитом. Он проведет переговоры с Ангелой Меркель. К ним присоединятся также лидеры Великобритании, Франции и Италии. И главной темой этих переговоров явно будет победа Дональда Трампа и дальнейшее будущее отношение между США и Европой. Студия. Таня, у меня еще один вопрос тебе скажи. Вот здесь в Киеве многие эксперты говорят, что теперь вовсе не в Америке, а Евросоюзу придется решать проблемы, связанные с Украиной. Насколько обоснованы вот эти оценки? Возможно ли, что на встрече с Обамой Меркель и Алан заодно обсудят реализацию Минских соглашений? Все-таки к декабрю должна быть готова дорожная карта по Минску. Да, действительно, не исключено, что теперь именно европейцам придется заниматься украинской проблематикой. Во время предвыборной кампании Трамп не раз говорил, европейские дела это забота. Прежде всего самих европейцев, а Америке пора подумать о домашних проблемах. Так что вполне возможно, что украинский вопрос отдадут на откуп Евросоюзу, где первую скрипку играет Германия. И такая вот потеря американской поддержки может стать очень ощутимой. Ведь во многом именно благодаря Вашингтону европейцам удавалось сохранять единство в вопросе о санкциях против России. Ну и к тому же, если европейцы сейчас начнут пересматривать свои отношения с Америкой при Трампе, они могут себе позволить жесткость в этом вопросе, которая уже прослеживается в заявлениях некоторых европейских политиков. Все это наверняка наложится и на предвыборные кампании во Франции и Германии. Там выборы в следующем году. И украинская тема вряд ли будет одной из главных для европейцев. А вот в ближайшие два месяца ожидать можно действительно многого. Американские дипломаты уже говорят, администрация Барака Обамы постарается в оставшееся время форсировать минский процесс. Что это будет означать на практике, мы увидим уже в декабре. Но не исключено, что Украине нужно приготовиться к усилению давления западных стран по выполнению минского пакета. Алексей. Спасибо, коллега. На связи с Берлина с нами была Татьяна Лагунова. Ну, один из главных вопросов для нашей страны, и это не вызывает никакой радости, возможная ревизия при новой администрации финансовой поддержки Украины. Напомню, что до конца этого года Украина рассчитывает на четвертый транш от МВФ. Это 1,3 миллиарда долларов. Без которого украинской финансовой системе придется, ну, очень трудно. Заявление о том, что эти деньги нужны и важны для Украины, сделала накануне Валерия Гонтарева, глава Национального банка. Еще более 5 миллиардов долларов от МВФ рассчитывает уже в следующем году получить Министерство финансов Украины. Но перед этим украинцев снова ждут реформы. Так, уже в конце этого месяца парламент должен принять закон, который расширит полномочия НАБУ. Антикоррупционное бюро теперь сможет вести прослушку. Сейчас такие полномочия имеют только СБУ и МВД. Вот, получит ли НАБУ расширенное полномочие, обсудим вопрос с Дмитрием Добродомовым, секретарем комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции партия Народный контроль. Дмитрий, приветствую. Спасибо, что присоединились. Скажите, какой ваш прогноз? До конца ноября антикоррупционному бюро депутаты успеют расширить эти полномочия или нет? Ну, речь о том, что следует додати про то, что там расширяется, кроме прослушивания. Там еще и негласные следственные действия, тобто следственные действия под прикрытем, там и доступ к компьютерным мереж, следствование поведомлений, контроль над корреспонденцией, обмежение доступа до информации о том, что решения следственных судов, потому что это не занимается сам АБУ, а занимаются другие спецподраздели, через которые так называемая утечка и происходит. Я напоминаю, что этот законопроект, он 4812, нашим комитетом антикоррупционным был рассчитан и исполнен еще в липне этого года. И вы видите, в прошлом несколько месяцев он даже не выставляется на голосование на порядок денный, потому что после запомнения есть декларирование, которое шокировало всю страну. Далее идет борьба за то, чтобы унеможить результативную проверку. Власне, у них есть декларирование, а одним из основных факторов – это, власне, перерахование, посиление функций для АБУ. Но следует за уважение, действительно, в меморандуме МВФ чётко сказано посиление до конца листопада, то есть через законотворчую инициативу и позитивное голосование. И это один из ключевых требов, что до получения наступного траншу. И я очень надеюсь, что именно такой тиск все-таки позволит новым коррупционным органам получать эти повноважения и более результативно проводить свои расследования. Дмитрий, а как вообще на сегодняшний день вы оцениваете деятельность бюро? Все-таки уже мы можем скоро отмечать, по-моему, полтора года их работы. Ну, до речи, с привода этого меморандума там есть очень важный пункт. Что квартально, что квартально, АБУ мает известить про хитро расследование о высших посадовых людей. Это очень правильный и нормальный пункт, потому что прозорость в работе и результативность в работе АБУ является ключевым щодо его деятельности. Станин на сегодня я оцениваю как позитивно, но лакмусом, папирцем, то, в принципе, главным чинником это будет переверка, есть декларирование. То есть, не отворотность покарания является главным в этом вопросе. Мы дали еще одну зброю, еще один законопроект, власне, наше группу народных депутатов от народного контроля, который бы карал за коррупцию аж до довечного увязнения для топ-корупционеров, где занимается очень важная складова, которая сейчас позволяет коррупционерам уникать покарание. Эта складова называется «Вихід под заставу». Ось цей законопроект, его уже хвалил и наш комитет, и также представители НАБУ и антикорупционной прокуратуры, которые были на заседании, сказали, что это будет очень важным инструментом для того, чтобы они показали результат. Останнее речение, которое написано в меморандуме МВФ, что наша страна має перестати робити видимость реформ, а перейти до результата. Только таким чином можно было подальше. Ну, видимо, МВФ не сильно много результатов видит, если уже даже инициирует пост, если даже уже обещает помогать и проверять эти наши электронные декларации, которые заполняли наши чиновники. Спасибо, Дмитрий Добродомов. Партия «Народный контроль» был с нами на прямой связи. Ну, а пока МВФ требует от украинских политиков предоставить НАБУ право на прослушку и другие негласные следственные действия, в Украине вовсю ведется тотальная шпионская война. Война компроматов и слежек. Участвуют в ней все. От политиков высшего дивизиона до рядовых граждан слушают и следят за политическими оппонентами, конкурентами по бизнесу, а часто за неверными супругами. О шпионах по найму. Руслан Смещук. С развитием технологий слушать людей, подглядывать за ними через скрытые камеры все проще. Эксперты говорят, сейчас карманные спецслужбы есть почти у любой более-менее приличной промышленно-финансовой или политической группы. «Это невеличкие структуры, которые есть у каждого поважающего себя олигарха. Они закупляют самые новинные технологии, самую новинную аппаратуру и здействуют прослухование». Цели у таких служб разнообразные. От коммерческого шпионажа уже до сбора компромата на конкурентов. Политики вообще любят компромата. Добывают его профессионалы, вооруженные по последнему слову техники с серьезным шпионским оборудованием. С ним легче переиграть соперников. Но содержать карманную спецслужбу дорого. Те, у кого денег поменьше, часто обращаются к коррумпированным сотрудникам силовых органов. Вот один из примеров, как это происходит. Это видео по уже отработанной спецоперации передали нам правоохранители. На нем девушка-агент обращается к нечистому на руку сотруднику так называемого седьмого отдела МВД, занимающегося негласным наблюдением. С просьбой за вознаграждение помочь уличить неверного супруга, проследив за потенциальной любовницей. И за отдельную плату как бонус предлагает организовать расправу над разлучницей. Понять и просить. А ее наказать? Нет. Вам серьезно. В отдельную току мы вам поможем ее так наказать? Ой-ой-ой. Еще один эконом-вариант, доступный уже практически любому, гражданские шпионы по найму. Они называют себя по-разному частными детективами, сотрудниками, службой охраны, специалистами по защите информации. Часто это силовики-отставники, еще чаще просто авантюристы. Сегодня рынок перенасичен этими послугами, потому что есть очень много приватных фирм, которые за ваши деньги прослушают, пишут на видео, проследуют за тем, за кем вы хотите. Основные клиенты таких компаний украинцы, подозревающие своих благоверностей, верных в измене. Но нередко шпионов заказывают и те, кто собирает информацию на конкурентов по бизнесу, превращая материалы слежки в аргументы в коммерческих разборках. А чтобы предотвратить появление этих нежелательных аргументов, в перечне услуг специалистов подобного рода появилась отдельная категория защита информации. Вам и офис на наличие жучков проверят, и прослушку снимут за приличное вознаграждение. Прогресс на месте не стоит, и новые технические средства дают возможность украинцам обходиться собственными силами, без посредников. Пара минут серфинга в интернете, и вот сайт, предлагающий за скромную сумму в пару-тройку сотен евро, в зависимости от операционной системы заказчика, загрузить на смартфон шпионский софт. Он и телефонные звонки запишет, и сообщения на ваш гаджет перешлет. И таких предложений десятки, впрочем, большинство из них всего лишь развод на деньги доверчивых ревнивцев, поясняют профессионалы. В поисковике то, что вы нашли, это 98% это просто мошенничество, то есть вы заплатите деньги, ничего читать не будете. Вот. А другая история, что оставшиеся 2% существуют. Ну а если в дело пустить настоящую шпионскую программу, написанную профессионалами, тут утечки информации практически не избежать. Ну засечь очень трудно. Практически мало реально. Для обычного человека, если вы не обладаете специальными знаниями, или если у вас нету экстра класса специалистов, обладающих специальными знаниями, это невозможно. Кроме того, черный, или скорее глобальный интернет-рынок предлагает массу технических гаджетов для шпионажа. Тут и скрытые камеры, от простых до умных жучки, микрофоны. Правда, все это вне закона, и подобные сайты мониторятся специалистами СБУ. Охотники до чужих тайн часто сами становятся жертвами. Если обыватель только-только открывает для себя мир скромных технических возможностей, для слежки за неверными благоверными, то совсем иная история в большой политике. Там в шпионские игры вкладывают огромные ресурсы, и утечка подобного рода информации приобретает широкий резонанс. За примерами далеко ходить не надо, громкий скандал с пленками Мельниченко помнят все. А совсем недавно у правоохранителей объяснений потребовали журналисты украинской правды, интересовались, кто и зачем их больше года слушает. Сами политики признаются, содержимое переписки, расшифровки переговоров им нередко в распечатанном виде доброжелатели приносят. Если рядовой украинец за приобретение и использование любого из шпионских устройств может загреметь за решетку на срок до 4 лет, то никто из сотрудников спецслужб за незаконную прослушку до сих пор так и не ответил. Руслан Смещук, Алексей Шматов, Олег Неведомский. Подробности недели телеканал Интер. Еще одна громкая тема, которая на этой неделе неожиданно оказалась связанной со спецслужбами, это протесты. Вы, наверное, и сами заметили, что этой осенью в Украине протестуют уже очень многие шахтеры, учителя, врачи в прессе постоянно обсуждают возможный тарифный Майдан. И вот добавились еще и протесты банковских вкладчиков. Теперь и в СБУ забеспокоились. Говорят, за всеми этими акциями стоит страна-агрессор. Служба безопасности в тесне взаимодействии службы из внешней разведки Украины отримали оперативные данные, которые выкривают планы Российской Федерации с масштабной дестабилизацией ситуации в Украине. Старт вказанных активных действий, как было сказано ранее, заплановлено на 15 листопада с всеукраинской акции протесту банковских вкладчиков. В подальшем, с 17 листопада основный акцент протестных акций смешатся на питание подвижения тарифов. Протест может перерастить в блокирование урядовой структур. Опасаться, действительно, есть, чего. Все-таки в стране осталось только 100 работающих банков. Остальные банально лопнули, попортив нервы сотням тысяч людей. Многим вклады вернули за счет государства, но есть и те, кто остался без своих денег. Что на душе у этих людей, как далеко они могут зайти со своими протестами, выясняла Павлина Василенко. У меня стоит печать. Банк Михайловский принято у меня столько-то, столько-то, столько-то денег. А теперь мне говорят, что я фонду гарантирования вкладов не принадлежу. У меня вроде как деньги были, и у меня их нет. Все, всю жизнь проработан, и остался ни с чем. Здесь, в одном из парков Днепра, собрались те, кто потерял свои деньги в лопнувшем в мае Михайловском. По всей Украине таких десятки тысяч ведь кроме Михайловского за последние два с половиной года закрылось 82 банка. Одни уходили с рынка тихо, другие крепко ударив по карману украинцев. Да, люди пострадали. Этот банк даже стали называть украинским МММ. Здесь предлагали заоблачные ставки по депозитам. Деньги украинцев должны были расти как на дрожжах. Средства в банке клерикой, но фактически оседали на счетах финансовых компаний-посредников. А такие вклады по действующему закону государство не компенсирует. И десяти тысячам вкладчиков Михайловского этого никто не объяснил. В ноябре протестующие даже крещатик перекрыли. Все еще требовали выплат. 14-го года, 15-го года, в ночь, в ночь, в ночь. Надо ехать, надо. Олег вместе с другими вкладчиками, которые считают себя обманутыми, из Днепра собирается в Киев на протесты. Дважды была Каминская смерть. После этого я был длительное время в реанимации и меня очень долго потом выхаживали и в нейрохирургии, и операции. Я на горле, из-за чего я не могу физически беседовать, не прикрывая это архивстолу. Голос он потерял 13 лет назад после ДТП. Раньше работал нейрохирургом. Все эти годы копил на операцию в столице. Весной отнес 30 тысяч гривен Михайловский ожидал, что сумма подрастет. Но ни процентов, ни вклада не дождался. Бант пропал, а вместе с ним и сбережения. Почва уходит из-под ног. Хочется вернуться к нормальной, размеренной мирской жизни. То есть вставать утром и идти на работу, приходить с работы. То есть я стану человеком. То есть я буду востребован обществом, что я буду врачом, что я буду помогать людям. На обещание высоких процентов купилась и бухгалтер с многолетним стажем. Оксана в Михайловский отнесла и валюту, и гривны. Доллар удалось забрать, а гривневый депозит, как и объяснили позже, и не депозит вовсе. Оказывается, сама того не зная, Оксана тоже инвестировала в некую финкомпанию. Деньги ждет до сих пор. У человека живет, накапливает. Он знает, что впереди у него какая-то старость. Он не заработает больше этих денег. И когда у тебя за один день все это забирают, я планирую ехать в Киев на митинг. Я просто считаю, что это один из выходов людям вернуть свои вклады. В Нацбанке говорят, гарантированные фондом 200 тысяч выплачивают всем. А чтобы помочь тем, кто пострадал от финкомпании Михайловского, нужны законодательные изменения. Без новых норм не удастся помочь и тем, кто на счетах лопнувших банков хранил больше гарантированной государством суммы. Таких людей почти 120 тысяч. И претендуют они на сумму в 60 миллиардов гривен. В НБУ предполагают, теоретически и эти деньги вернуть можно, либо продав имущество банков банкротов, либо за счет погашения выданных этими банками кредитов. Во всех этих банках, которые мы вывели с рынка, было 250 миллиардов кредитного портфеля. Задача сегодня для того, чтобы людям вернуть деньги, это бороться с этими заемщиками, заставлять их возвращать кредиты, и тогда действительно люди смогут получить свои деньги. Но вот дойдут ли собранные таким образом средства до простых украинцев, в этом эксперты сомневаются. Банки в стране обанкрочивались уже не раз, но такую щедрость государство себе еще не позволяло. Нацбанк уже готовит два своих документа. Первый, о запрете фельдкомпаниям привлекать вклады населения, чтобы не допустить повторения аферы Михайловского. И второй, об обязательном письменном уведомлении клиента о том, что его депозит не компенсируется фондом гарантирования вкладов. А пока парламент закона не принял, в Нацбанке готовятся к тому, что протестовать у его стен будут регулярно. Я боюсь, что этим пользуются еще и политики на сегодняшний день, потому что политики хотят что? Выплатить людям деньги всем сейчас немедленно. Как? Это значит включить печатный станок. А что будет дальше? Кто об этом думает? Ну, естественно, будет инфляция, все это будет давить на курс. Цены подскочат вверх. И мы вернемся с вами до начала 2014 года к пустому казначейскому счету, когда нечем платить пенсии, когда нечем покупать, не за что покупать газы и так далее и тому подобное. Эксперты прогнозируют, до стабилизации украинской банковской системы еще далеко. А значит, может быть новая волна потерявших свои деньги вкладчиков. Они снова будут выходить на улицы. И не исключено, что к ним примкнут и другие недовольные. Тарифы подняли и цены на электрику поднял. И ТНР будут незадовольны, потому что пенсии вообще не можно прожить. А я вам скажу, и субсидиями очень плохая ситуация. Фактически половина субсидий, которая нужна, она не выдана. В результате мы получаем одну протестную выдачу, но одну и другую. Впрочем, эксперты сомневаются, хватит ли новых предложений нацбанка, чтобы сбить протестную волну. Пока серьезных решений нет, вкладчики банков лишь капля. Море общей волны протестов. Учителя, научные работники, врачи, шахтеры и люди, потерявшие свои депозиты. Павлина Василенко, Елена Брынзо, Елена Миндалюк, Василий Миновщуков. Подробности недели. Телеканал Интер. Но вот пойдут ли на митинг теперь вкладчики, неизвестно. Президент сыграл на опережение. Петр Порошенко встретился с складчиками. Рассказал, что уже внес в парламент законопроект о защите их прав. В нем прописан механизм возврата вкладов. В частности, после изучения каждого депозитного договора и разработки порядка выплат фонд гарантирования должен будет вернуть людям деньги. Также президент пообещал, все, кто был задействован в сомнительных схемах, будут наказаны. Текст проекта закону полегает в наступлении. Забезпечите вам виплату пока президент решал проблемы вкладчиков, Кабмин только проанонсировал заботу об украинцах. Там пообещали дать по рукам аптечной мафии и снизить цены на определенные группы лекарств. Когда это произойдет и удастся ли умерить аппетиты зарабатывающих на таблетках, поговорим уже во второй части программы. Сейчас небольшой перерыв. Удар по аптечной мафии. Удастся ли Кабмину снизить цены на лекарства? И кто сейчас наваривает миллионы на таблетках? Нежели богато, не стоит привыкать. Подробности недели собрали потребительскую корзину по версии Кабмина. Какую жизнь предлагают украинцам министры? Громкие выборы в маленькой стране. Туда накренит Молдову после избрания президента. Подробности недели возвращаются в эфир. Как и обещал, пауза была короткая. Спасибо, что дождались. Аптичный переворот затеяли в Кабмине. Лично премьер на неделе пообещал. Уже с нового года цены на некоторые лекарства снизятся. Причем сразу в разы. Удастся ли победить аптечную мафию, которая, ясное дело, сдаваться не собирается? Елена Митясова разбиралась. Это только кажется, что здоровье не купишь, если верить ассортименту на аптечных прилавках. Вылечиться сейчас можно от всего. Таблетки, настойки, бальзамы. Спасение есть от любых недугов. И количество таких чудо-препаратов увеличивается в геометрической прогрессии. В 2016 производство выросло на 20%. В денежном эквиваленте и на 4% в товарном. Фармацевтический бизнес это очень пребывающий бизнес. Насколько прибыльный тайна за семью печатями точной цифры, никто не называет. Уж много у кормушки заинтересованных. Но то, что прибыли фармкомпании, колоссальный факт, известный, говорят эксперты, счет даже не на миллионы. Цены на медикаменты в аптеках заоблачные. Сколько раз они дорожали за последнее время, отследить практически невозможно. Скачки то сезонные, то валютные. Дошло даже до того, что уже обычная простуда не по карману каждой второй украинской семье. Понад 60% украинских семей не могут придраться все леки, которые им призначили лекарь. Вот, пожалуйста, вот это вот хватает на сколько? Ну, на полмесяца, наверное. Алексей и Валентина инвалиды по зрению. Здоровье у них, мягко говоря, не очень. Женщина недавно перенесла операцию на шейке бедра, нужна поддерживающая терапия, а супруга замучила остеохондроз. Все время вынуждена принимать лекарства. Но пенсии в 2000 гривен им не хватает и на десятую долю необходимых препаратов. Все время мы боремся за выживание. Полный курс лечения пройти 10 дней. Я не смог купить на полный курс лечения, так как у меня таких денег нет. Это стоит 500 гривен. В правительстве на этой неделе фармпроизводителей и ритейлеров даже припугнули, почему лекарства в Украине стоят дороже, чем в соседней Европе и установили другие правила игры. С нового года цены на медикаменты для гипертоников, больных сахарным диабетом и астмой приведут в соответствие с расценками в пяти соседних странах. Если кто-то будет играть с украинским обществом в дефицит лекарств, я не буду гонять за всеми. Я найду одного, наибольшего и сделаю так, чтобы он отчув, что не поважать украинских граждан не можно. Производство лекарств, говорят медики, на самом деле копеечное. Высчитать, сколько тратит на создание препарата фармкомпания, проще простого. Отнимите, а цены на упаковке 80%. Фармакологи уже давно поняли, чтобы зарабатывать достаточно яркой и красивой картинке. А если еще и название по заковыристей, успех гарантирован. Реклама все еще лучший двигатель торговли. Но эксперты предупреждают с экранов навязывать малоэффективные и непродаваемые лекарства. Одним словом, пустышка, или, как их называют сами медики, фуфломицины. Он не навредит, но деньги на вечер. У нас сейчас очень много закуповывается фуфломицины за государственные деньги. Например, недавно вылез скандал, что КМДА собирается закупить вытяжку с крови тела для ликования онкологии. Фактически, это бады. У нас скоро докатится до того, что мы ее будут закуповывать за государственные деньги. И действительно, в бизнесе, как на войне, любые средства хороши, а в условиях бешеной конкуренции фармкомпаний и подавно на все готовы. Подкуп чиновников, говорят эксперты, обычное дело. Объем фармрынка Украины эксперты оценивают более чем 4 миллиарда долларов. 15 компаний лидеров по продажам. 7 из них иностранные, 8 отечественные. Все это контролирует одна структура подведомственная к обмину государственная служба лекарственных средств. У каждого врача есть свой список прибыльных препаратов. С каждой прописанной упаковки медик кладет в карман около 10% стоимости. Презент от фармкомпании. В аптечке уины таких фуфломицинов насобиралось уже несколько назначенных, но неиспользованных. Прописали совершенно ненужный гель для ребенка. 183 гринны просто выброшены и оказались. Не без греха и провизор. И если вы не знаете какой точно препарат нужен, вам втюхает тот, что подороже, за который обещано вознаграждение. В аптеке работают естественно по своим маркетинговым планам. То есть провизор может рекомендовать сразу же другой препарат, не говоря о том, что у него есть еще более дешевый аналог. И некоторые люди покупают такие препараты. В аптеках всегда спрашиваются аналоги дорогих препаратов. И дело даже не в цене. По статистике каждая восьмая упаковка подделка. И в первую очередь это касается популярных брендов сиропов от кашля, жаропонижающих и боли утоляющих. Тем временем в Минздраве уже ведут подсчеты. В 2017 благодаря Кабиновской инициативе референтных цен лекарства подешевеет двое. И еще реимбурсацию анонсирует слово хоть и диковинное, но хорошее. Украинцам будут возмещать потраченные деньги на лекарства. Как это будет работать пока точно неизвестно. Скорее всего предполагают эксперты это будет рецепт. Приходишь к ним в аптеку платишь к примеру 10 гривен остальные 90 государства и получаешь медпрепарат. Но не обернется ли очередная инициатива провалом? Ведь для аптек такой механизм риск. Если власть станет задерживать компенсации разорение неизбежно. Елена Митясова, Никита и Сайка и Василий Миновщиков подробности недели в телеканал Интер. С нами на связи Ольга Стефанишина исполнительный директор благотворительного фонда пациенты Украины. Ольга здравствуйте есть Ольга здравствуйте Ольга спасибо что присоединились скажите вы верите что к обмину удастся снизить цену хотя бы на некоторые лекарства? ПЕРЕСТВЕНИЕ 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 ДИНАМИ ДИНАМИ ПЕРЕСТВЕНИЕ ЛИКИВ ЯКИСНИХ ЛИКИВ ЄВРОСОЮЗУ Америки Канади Австралії який ще не запрацював але ми сподіваємося що буквально через тиждень уже ця реєстрація буде в Україні впроваджена ну і зараз ми бачимо такі радикальні кроки які покликані на те щоб українці отримували безкоштовні ліки в аптеках реємбурсація це європейська практика яка застосовується в усьому світі і є частиною медичного страхування ми думаємо що цей крок повинен покращити доступ до лікарських засобів в Україні але дуже важливо щоб пацієнт не був обмежений у виборі ліків тобто держава не повинна пацієнту нав'язувати ті ліки які він буде отримувати безкоштовно і має на увазі ті бренди бо у нас дуже коррумпована країна і через те, що є фармацевтична мафія ми можемо спостерігати коли ця реємбурсація може бути заточена під якісь бренди оцього треба буде це треба буде моніфорити Ольга, ну раз уж ви заговорили о мафії скажіть, наскільки вона розгулялась які у неї апетити от по вашому мненню який процент от ціни лікарств на сьогоднішній день корупціонний я вам скажу, ми порахували ну дивіться, лише по трьох діючих речовинах були порівняні ціни в Україні середні і в країнах Польщі, Чехії, Словакії, Литві і що ми побачили? що середня ціна на цю діючу речовину в півтора а частіше в два рази більша, ніж у сусідніх країнах це аміодарон, амлодипін і клопідогрель а от на деякі препарати наприклад, такий препарат як Норваск ціна в Україні вища в 25 разів, ніж у Латвії а такий препарат, як... ну, зараз, як Плавекс вибачте, важкі назви він вищий в Україні в 11 разів тобто ми бачимо, що на українцях дійсно наживається фармаційні компанії і це відбувається вже досить довгий час Дякую за те, що присоединилися к нам і відповіли на наші питання Ольга Стефанішина, ісполнительна директора благотворювального фонду «Пациенты України» відповіла на питання подробностей неділи але сниження цін на лікарства від середньо-сосудистих заболівань вполне може бути підготовка людей к мене приємному событию. Все-таки, дуже багато наші граждані буквально за сердце хватаються всякий раз, коли видят цінники в магазинах жителі країни ждет подорожання хлеба на 20% тепер обычна буханка буде стоить примерно 10 гривень як уверяють експерты, такий скачок цен вызван подорожанням муки і высоким курсом доллара к слову, це вже не перше резке повышення цін на хлебобулочные изделия несмотря на хороший урожай зернових більша його частина відправляється за границу тоді, як в самої Україні остається менше, чем нужно може не спасти і повышенна минимальна зарплата, яка предусмотрена в новом бюджете. Многі експерты кажуть, що це грозить нашій країні высоким уровнем інфляції, а значит і новим повышенням цен опираясь на цены сегодняшнего дня, Кабмин на днях презентовал нову продовольственную корзину для населения. Без слез считать документ невозможно. Сколько теперь будет стоить обычный социальный набор? І на скільки пунктов короче станет список продуктов, які змогут себе позволити українці? Алла Матишок взяла эту пресловутую корзину і отправилась проверять. Один бананчик моєго почистимо різимо на три частинки. Мої зарплати однозначно не хватає. Тот, хто його составлял, я йому желаю на цю суму самому прожити, хоча б місяць. 1130 гривень в місяць, щоб прокормиться, одеться і заплатити за коммуналку. Це мінімальна пенсія. На такі деньги живуть нескільки мільйонів українців. Учителя і врачи можуть себе позволити немного більше. Їх мінімальна зарплата аж 1450. Але вскоре обещають чиновники, жизнь зміниться к лучшему. І зарплату з нового года повысять. І вперві за 16 років пересмотрели стоимост потребительської корзини. Она выросла практически в два раза. Ізмінили і состав. Мясо кролика, телятина, і бараніна. Все це із новой продуктової корзини виключили. Взамен добавили по пару кг свинины і курятины. Так дешевле. Появились, наконец, в списці необхідних продуктів – лук, чеснок і спеції. І десь чай з кофі. Було шість комплектів з розчіта на п'ять тепер два. Точно по Лермонтову. І в нас святкова страва. У нас буде помідори з сметані і домашній цибулькою зеленій. І картопля давлена. Ще я для них купила святковий сік виноградний, яблучний. Масло, риба, місо, деликатеси. Якщо колбаса, то чайнає за 40 гривень. Мандарини – на Рождество. По две каждому. Многое уходить на коммуналку, да і на проєст старшим нужно собрать, а не учиться в городі. Но совсем біда, когда діти болеють. Лекарства съєдають половину і так крохотного семейного бюджета. У шестилетнього гена редке заболевання – синдром Арнольда Киарі. Мені важливіся підгузники, щоб дитина пробыла день в садочку, де з ним займаються риблітолог, масажі роблять. Що і говорить о милі, шампунях і стиральному порошку, даже покупая саме дешеве, говорить Алло, уложитися в существуючий минимум невозможно. А його ще і сократити решили. С одеждою і того хуже. В год один свитер, две пари штанов, две рубашки і одна зимня куртка на три года. В этой части новая потребительская корзина мало чем отличається від предыдущей. Какую я должна купить куртку, щоб її хватило на три года? Это, наверное, рукав будет сантиметра на 5, 7 сантиметров більше. Эта девочка, она тако носить уже не буде. Каждый год можно покупать. В данный период просто ребёнок очень растёт. Марина преподаёт химию і биологію. Зарплата, конечно, выше минимальная, около пяти тысяч. Но і этих денег, говорит, не хватає даже на самое необхідимое. Одних только колготок, сколько накупить нужно. Спискам із потребительської корзини точно не обойтись. Ну, это он уже на меня, уже немного маленький. Ну, тут немного вот так вот, ну, в размер. Ну, хотела бы и сёрство, только некоторое маленькое, ну, такое. А вот Евдокии Ивановне новый гардероб не нужен. Говорит, в свои 74 сносить бы то, что в шкафу. Да и пенсионерка просто не представляет, на что бы она покупала одежду. За 1370 я бы не потянула. 44 года стажа, ветеран труда. А сейчас бутылки и макулатуру собирает, чтобы выжить. Мизерная пенсия уходит прежде всего на коммуналку и лекарства, оставшиеся копейки на еду. Походы в театр или кино, они тоже в списке потребительской корзины из мира фантастики. Мне проще мороженое купить, чем билет. Сало кусочек. Вот я купила себе небольшой такой. 17 гривен. Я его мелко режу, растягиваю в удовольствие, так сказать. А что делать? Но больше всего бабушка боится болеть. Уши закладывала от того, что давление большое. Промыли уши. 15 гривен. Одно ухо. Ха-ха-ха. Опа. Можете представить. Евдокия Ивановна даже представить не может, чем думали те, кто сколачивал состав корзины и рассчитывал прожиточный минимум. Они что, не видят реальную картину? Удивлены и эксперты. Викликает подив, бо мы используем набагато больше этих одиниц и набагато ширший перелик. Треба кардинально переглядати прожитковый минимум. Скажем, такий перегляд – это просто формальная вещь. Новый споживочий кошек, который предложил Кабинет Министров, это не больше, чем спроба пристосовать его до новой минимальной зарплаты в 3200 гривен. Нынешний прожиточный минимум далек от реальности. Выживай, как хочешь. Когда украинцы смогут жить, а не выживать? И сколько еще придется терпеть? На этот вопрос пока нет ответа. О чем плакать? Все выплатано уже. Ну, это тут будет на 3 гривни. Приходится собирать, потому что на квартиру затопление включили. На квартиру мне нужно собирать, чтобы заплатить за затопление. Алла Матюшок, Жанна Дучак, Марьяна Бурякова, Евгений Каминский. Подробности недели, телеканал Интер. Обсудим тему с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, гость подробностей недели. Юрий Анатольевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли. По вашей оценке, сколько человек в стране не может позволить себе даже ту потребительскую корзину, которую на этой неделе представили в Кабмине? Ну, однозначно это не смогут позволить себе пенсионеры. Потому что при пенсии в 1600 гривен, средняя сегодня по стране, не дай бог пенсионеру даже заболеть. Вот мы недавно были в районной больнице Житомирской области и случайно встретили пенсионерок, которые ждали своих мужей с отделения кардиологии. Возле отделения кардиологии, так вот, если приходится в месяц платить примерно 600 гривен за лекарства при пенсии в 1500-1600 гривен, понятно, что на все остальное просто нет денег. И надо вообще обладать цинизмом, когда выступает министр социальной политики и говорит, что 3200 гривен, которым сделали минимальную зарплату, это биологические прожиточные минимумы. А как же тогда понимать, что если 1600 гривен заложили в проект бюджета, пенсию, то получается полумесяца пенсионер живи, а полумесяца уже жить не на что. Поэтому, конечно, мы за такой бюджет голосовать не будем. И вот это самая большая беда у нас в стране, поскольку эта категория людей, а их 10 миллионов в стране, оказались практически за чертой бедности. Украинцы начинают получать первые платежки по самым высоким в стране тарифам. Как вы думаете, каким будет процент людей, которые не смогут оплачивать, и ждет ли нас кризис неплатежей? Кризис неплатежей уже виден. А вот основная категория людей, которые наиболее пострадали, это как раз так называемый средний класс. Это те же учителя, врачи, которые условно считаются средним классом, которые не могут претендовать на субсидию. Вот по ним 2000 гривен, которые получили они в платежках, ударили очень больно. И представьте себе семью из двух учителей или двух врачей, которых получают по 4000 гривен, и которые должны заплатить... Если еще вовремя получают, я уточню. Да, если еще им вовремя платят, поскольку есть задержки по платежам, в том числе и бюджетникам. Так вот, если они получат платежку в 3000 гривен, а это уже реальность с этими ценами, то понятно, что на остальную жизнь просто денег не хватит. Ну а куда же смотрят политики, которые заявляли, что будут активно бороться с новыми тарифами? Помните, был даже у нас летом парад тарифных суверенитетов, мы его так называли. Облсоветы, райсоветы, горсоветы объявляли мораторий на повышение расценок на услуги ЖКХ. Но тем не менее, платежки приходят по новым ценам. Получается, все эти решения, они были бесполезными, просто пиарными? Нет, я могу отвечать за нашу фракцию. Мы действительно в судах, мы действительно судимся с Кабмином. Идет бешеное давление на судей для того, чтобы не принимать решения в пользу жителей, в пользу населения, которое не в состоянии платить такие цены. Но на самом деле этот шок только сейчас наступил. Вот сейчас только люди, в полном объеме получив платежки, понимают, куда их завелась сегодняшняя власть. И к чему она, собственно говоря, привела их. Поэтому вся еще борьба, вся эта работа все еще впереди. Юрий Анатольевич, мы наблюдаем в последнее время очень частые локальные вспышки народного недовольства по регионам. Выходят на забастовки шахтеры, учителя, медики. Чего ждать дальше? Насколько масштабным может быть вот это протестное движение? Ну, надо понимать просто, что сегодня люди доведены до нищеты. И как раз те, кто выходят, это люди, которым уже нечего просто есть. Ну, взять, например, шахтерам 2,5-3 месяца, они платят зарплату, а они спускаются в шахту, добывают уголь, то понятно, что они рано или поздно выйдут на какие-то протестные акции. Взять людей, которые обманутые вкладчики, выводили деньги перед банкротством банка, специально, это же коррупционные схемы видны всей стране. После этого людям сказали, идите, ждите своей очереди. Понятно, что они заложили квартиры свои, у них у всех свои жизненные обстоятельства, есть тяжелые, которые вынуждают их выходить на улицы. Страна доведена до нищеты. Люди, граждане Украины сегодня, и бедность сегодня, самый большой враг нашей страны. Вот это выводит людей на улицы. Бедность, нищета, коррупция во власти, несправедливость, все это причины. Что происходит вокруг некоторых ваших однопартийцев? Например, Александра Костюнюка. Обыски, уголовные дела какие-то заводятся. Как вы это можете прокомментировать? Это началось давно уже. Уже мы видим пресс на оппозицию, на нашу фракцию, поскольку мы занимаем принципиальную позицию, в том числе по бюджету, по тарифам, по тем вопросам, которые волнуют людей. И есть попытка нас просто задавить. Это видно и по делу, сфабрикованному делу против депутата Новинского. Но есть еще один момент. После появления деклараций, шквал негодования в стране людей, которые увидели, что пламенные революционеры за три года превратились в состоятельных людей, а люди, которые привели к власти сегодняшнего руководства, они серьезно обнищали. И вот это, чтобы погасить этот шквал, отвлечь внимание людей, начали фабриковать уголовные дела. В том числе, я вижу, что сейчас будет очень большой шквал негатива на Вадима Новинского, на вот это уголовное дело. Мы видим, что это типичное политическое преследование, и мы готовы защищать его честь. Хорошо, вот если суммировать вот все то, о чем мы говорили, и то, что миллионы людей могут все по-прежнему получать пенсии, которые ниже прожиточного минимума, на которые прожить невозможно, непомерно высокие тарифы на услуги ЖКХ. Может ли уровень недовольства общества подняться до такой точки, что, например, перевыборы в парламент будут уже неизбежны? На самом деле, это, мне кажется, единственный выход, поскольку сегодняшний парламент, он не способен принимать решения, которые нужны для людей страны. Хочу напомнить, что у нас парламентская президентская республика, и парламент должен иметь свое политическое лицо и помогать людям. А то, что сейчас происходит, это абсолютно наоборот. Поэтому я считаю, что перевыборы парламента неизбежны, и это единственный шанс избежать массовых протестов для того, чтобы люди выбрали новый парламент, новых своих представителей, у которых не будет столько наличных на руках, которые будут заниматься их проблемами, и в связи с этим начать новую политическую жизнь и помогать людям. Спасибо за участие в программе. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко был нашим гостем. Мы продолжим. Уже в ближайшее время политическая жизнь очень серьезно может измениться в одной из стран соседей Украины. Молдова сегодня избирает президента во втором туре, и там вполне может победить совсем не проевропейский кандидат. В Кишиневе работает наш корреспондент Андрей Анастасов. Он с нами на связи. У него узнаем самые последние новости. Андрей, приветствую. Есть ли уже первые результаты этих выборов? И кто побеждает, если известно? Да, Алексей, сейчас в Молдове многие люди наверняка затаили дыхание. Дело в том, что интрига в полной мере сохраняется. Шансы на победу у обоих кандидатов примерно одинаковые. И у социалиста Игоря Додона, которого в прессе называют пророссийским кандидатом, и у проевропейской Майи Санду. Узнать предварительные результаты по экзит-полам, как мы привыкли в Украине, здесь невозможно. Говорят, ни у одной из организаций не нашлось финансов, чтобы организовать опрос избирателей на выходе из участков. Но эксперты предполагают, дело не только в деньгах, но и в том, что без экзит-полов сложнее проверить, не было ли каких-то манипуляций с бюллетенями. Так или иначе, но имя победителя президентских выборов скорее всего начнет проясняться уже ближе к утру. Мы будем до конца дня ждать все отчеты тех, которые монетаризируют эти выборы, и после этого скажем, что мы думаем о них. Я думаю, что народ Молдовы хочет мира. Поэтому я надеюсь, что мы обойдемся без протеста. Главный вопрос, конечно, что будет делать проигравший кандидат? Призовет ли сторонников протестовать против объявления победы своего оппонента? Здесь, в Молдове, очень многое будет зависеть от ответа на этот вопрос, возможный в стране в любые развития событий. И вот как стало известно только что, буквально, Майя Санду на пресс-конференции заявила, что выборы сфальсифицированы. По словам кандидата, во многих странах Западной Европы, в частности, Великобритании, Италии, Румынии, не было открыто достаточное количество избирательных участков. А в тех избирательных участках, которые были открыты, там не было подготовлено достаточное количество бюллетеней. В итоге сотни людей просто-напросто не смогли проголосовать. В связи с этим, Майя Санду потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии и министра иностранных дел. Вот так вот развиваются события стремительно. Посмотрим, что будет завтра, Алексей. Действительно, похоже, запахло Майданом, но здесь важный вопрос, а выйдут ли на улицу люди против Додона. Вот что говорят самой Молдове о лидере гонки Игоря Додоне. Ведь во время своей предвыборной кампании он сделал так много громких заявлений, что на выборы в этой маленькой стране обратила внимание вся Европа. Да, действительно, во время, в течение предвыборной кампании было очень много громких заявлений, которые наделали немало шума, в том числе и в Украине. Игорь Додон, например, заявлял, рассказывал молдаванам, что, став президентом, он денонсирует соглашение об ассоциации с Евросоюзом, наладит отношения с Россией и вообще будет добиваться того, чтобы прошла федерализация страны. Но практически все политологи, с которыми мы пообщались, говорят еврооптимистам, что в Украине, что в Молдове. Не стоит после этих высказываний серьезно опасаться. Скорее всего, речь идет о предвыборной риторике, рассчитанной на пророссийский электорат Игоря Додона. Дескать, даже если он победит на выборах, то вряд ли начнет реализовывать эти идеи. И, кстати, эксперты, которые знают Игоря Додона лично по секрету нам рассказали, что в жизни он даже совсем другой человек. Не такой жесткий и такой пророссийский, как бывает перед камерами. Это человек, который во многом ориентирован на Запад. Он просто понял, что сейчас надо об этом говорить, потому что это популярно в России, это хотят там услышать. Но когда придет необходимость, он довольно быстро умеет сменить курс. В общем, пока мы продолжаем следить за ситуацией, о первых предварительных результатах голосования и вообще о том, какая обстановка в республике, расскажем уже завтра в выпусках новостей. Алексей? Будем ждать, Андрей, похоже, что события в этой стране будут на пике внимания на следующей неделе у всего мира. Это был Андрей Анастасов, он следит за выборами в Молдове, которые, ну, кто знает, вполне могут на следующей неделе закончится и Майданом. Ну, похоже, даже если в Молдове и будет Майдан, то уж в США больших протестов не будет точно. Дать шанс Трампу проявить себя и даже помочь ему в президентстве во благо всех американцев призывают уже почти все те, кто еще недавно выступал категорически против его избрания. Но что еще важнее, тяжеловесы американской политики и дипломатии тоже говорят, что не стоит судить об этом президенте по предвыборным клише. Не паниковать из-за Трампа призвала Мадлен Олбрайд, работавшая госсекретарем при президенте Клинтоне. И даже один из архитекторов современного американского могущества Генри Киссинджер, считавший, что победит на выборах Хиллари, призвал прекратить все споры о том, хватит ли Трампу серьезности и знаний, чтобы работать президентом. Киссинджер не исключает, что и сам будет помогать Трампу. А вот кто еще будет помогать новоизбранному президенту, советовать и работать в администрации Трампа одна из главных мировых интриг сегодня. Впрочем, круг кандидатов на главной должности уже более-менее ясен. Кто эти люди? Есть ли среди них друзья Украины? Знает Дмитрий Анопченко. Еще раз возвращаемся к Вашингтону. Дмитрий, снова приветствую. Так чего ждать украинцам от назначений Трампа? Будут ли в его администрации люди, которые не откажутся от поддержки Украины? Коллеги, но этим вопросом кто войдет в команду Трампа? Кто вместе с ним будет руководить страной? Сегодня и все американцы задаются. Это главный вопрос сегодняшнего дня. Переживают, спорят, сплетничают, эмоции разные. Вопрос только один. А кто все эти люди? Им задалась и пресса. Вот я взял с собой на эфир свежий номер New York Times. Журналисты газеты пообщались с ближайшим окружением Трампа и составили список возможных кандидатур. Но прежде чем я его зачитаю, я просто и вам, зрителям хочу очень важный момент пояснить. Дело в том, что когда люди работают на кандидата в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах, в отличие от Украины, где это способ заработать, здесь в Америке им не платят. Наоборот, одни убытки. Люди уходят в неоплачиваемые отпуска и просто работают, борются за то, чтобы их кандидат в президенты победил. Зато, если победа есть, если победа в кармане, то все получают должности в новой администрации. Это принятая здесь практика. Никто не возмущается, все об этом знают. Более того, приблизительно уже известно, кто какую должность получит. Я говорил перед эфиром с высокобоставленным дипломатом, который сказал мне, он знает абсолютно точно, что, в принципе, вот эта кадровая шахматка, листик назначений, у Клинтон был уже согласован. То есть все в ее команде понимали, кто какие должности в Белом доме, в Госдепартаменте, в других министерствах получит. У Трампа такого списка не было. Трамп по многому сам финансировал свою кампанию и более того, со своими сторонниками до победы он не обсуждал, кто какие должности получит. Именно поэтому сейчас ситуация и непонятна. Ни американцам, ни прессе, ни в принципе ему самому и его ближайшему окружению. Вот посмотрите, на этих выходных практически каждый день переходная команда Трампа собирается в Трамп Тауэр, в Нью-Йорке. Источники CNN выяснили, что вроде бы в этот понедельник уже будут названы многие фамилии, многие посты, но ясности по состоянию на сейчас до сих пор еще нет. Ну и в частности нет ясности по поводу того, а кем же будет Руди Джулиани. Бывший мэр Нью-Йорка, очень популярный здесь человек, один из ближайших советников Трампа и его ближайший друг. Если помните, CNN на днях сообщила, что он может стать новым государственным секретарем. Это вызвало достаточно серьезную реакцию, опасения и комментарии в Украине. Но вот, когда журналисты самого Джулиани об этом спросили, он только отшутился. У меня вообще нет никаких ожиданий. Все, что я делаю, да, советы. Дональд мой друг, вот уже 28 лет и вся моя работа для него просто знак величайшей лояльности и дружеских чувств к нему. Я уже сейчас вижу, что он будет великим президентом, а я рад, что смогу играть скромную роль. Джулиани несколько раз говорил журналистам, что в принципе просто советует и вообще не планирует возвращаться во власть. Но в разговоре с журналистами NBC он обмолвился, что, мол, никто не знает так хорошо министерство юстиции, как я. Поэтому NBC предполагает, что Джулиани может быть назначен новым генеральным прокурором Америки. Ну, а что же касается нового государственного секретаря? Явно всех украинцев, всех наших зрителей сейчас этот вопрос интересует. И вот я вернусь к статье, которая появилась сегодня в New York Times. Общались журналисты с ближайшим окружением Трампа и выяснили, что сейчас есть пока что шорт-лист. Пять кандидатур, ни на одной из которых пока что Трамп еще не определился. И вот в частности в этом списке Ньют Гинрич, бывший спикер Палаты представителей, человек, который очень серьезно поддерживает Дональда Трампа, разделяет его позицию в отношении Москвы, о том, что должно быть потепление. Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Джон Болтон и председатель комитета по иностранным делам Сената, Конгресса США, Боб Коркер, человек, с которым и я когда-то писал интервью, человек, который очень хорошо разбирается в ситуации в Украине и следит за ней. Вот такие три кандидатуры. Пока что еще с ними не определился Трамп, ну и скорее всего в любом случае на ключевые должности придут люди, которые имеют серьезные позиции в республиканской партии, потому что в ходе этой кампании Трамп с республиканцами отношения испортил и довольно серьезно. И вот сейчас благодаря некоторым кадровым назначениям все-таки ему нужна поддержка и Сената, и Палаты представителей, он будет пытаться опять налаживать этот контакт со своей собственной партией, в том числе и путем кадровых назначений. Ну вот так ситуация выглядит отсюда из Вашингтона. Алексей. Все более чем ясно. Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Ановченко с нами на прямой связи. Ну что ж, такими были подробности этой непростой недели и для мира, и для Украины. Следующие семь дней обещают быть и горячими, и не менее интересными. Обсудим их уже в пятницу в Черном зеркале и в воскресенье в подробностях недели. До встречи.